Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Сегодня у меня такой прилив бодрости и энергии, я чувствую себя прекрасно. Это уже четвертый день для тех, кто не смотрел мой предыдущий влог. Если вы что-то пропустили, то загляните, вы поймете, о чем идет речь. Вы знаете, что я очень сильно боялась, и первые дни была очень сильная слабость, у меня болела голова и рука. Причем это произошло не в первый день, а у меня очень странно проявилось на второй, но температуры не было. И вы знаете, прошел какой-то дикий страх и одного, и второго. Я не хочу вступать в какую-то дискуссию, я приняла такое решение и надеюсь, что оно было правильно. Сегодня у меня домашний день, я запланировала небольшую уборку, также сделаю организацию в ванной комнате. Оставайтесь со мной. А, еще пришел мой заказ из Алиэкспресс, мои небольшие покупочки, но супер классные. Между прочим, в платье я уже успела выгулять в пятницу, сегодня у нас воскресенье. Вот, и очень многим понравилось это платьице в инстаграме, обязательно покажу его. Оно недорогое, оно очень стильное, красивое и все, что можно сказать о вещи, которые тебе безумно нравятся. И также хотела вам сказать, что в последнее время я очень редко крашу ресницы, мне просто-напросто лень. Я завиваю их керлером и сейчас также в некоторых местах реснички отрастают, то есть они неровной длины и накрасить ее довольно сложно, поэтому я оставила их в покое. Начала использовать снова сыворотку от X-Lash. Она очень круто как-то укрепляет реснички, помогает им отрасти такими здоровыми. Они блестящие, поэтому я делаю макияж лица, даже подкрашиваю губы, брови, но глаза оставляю без ничего. Что касается лица, вот когда мы приехали из Греции, это сейчас не какая-то подводка к рекламной интеграции, нет, просто хотела поделиться с вами своей находкой. Это CC-крем от бренда Roche-Posay из их линейки Angelos с SPF 50. Слушайте, такой крутой CC-крем, у него кремовая текстура. Я обязательно расскажу о нем чуточку подробнее. Это анти-возрастное средство. Но я люблю всякие такие анти-эйдж продукты по той причине, что они очень хорошо ухаживают за лицом. А еще и защита SPF 50. У него вот такой оттенок. Я сначала побаивалась, что он мне будет светловатым, но он как-то так хорошо подстроился. И как моя кожа, только лучше. Хорошо все перекрывает и так приятно, комфортно ощущается. Просто, смотрите, растянула и бомба. Он не сильно блестит. Я сегодня не наносила никакую пудру. Просто там бронзер, все дела. Но сам по себе он супер приятный. Обязательно сделаю на него более подробный обзор. Сейчас покажу вам, что ко мне приехало из Алиэкспресс. Это то, что вы мне очень сильно рекомендовали, когда я жаловалась на ванную. На яйцеобразную ванную, которая, как мне кажется, не самая удобная. Но я надеюсь, что эта вещь поможет мне не только в организации, но и в эксплуатации нашей ванной. Пойду вытрусь. И потом мы с вами отправимся в ванную комнату. Я покажу, о чем идет речь. Та-дам! Вы мне рекомендовали купить такую пулку. Она приехала с какими-то типа наклейками. Я не разобралась, что это такое, но не выбрасываю их. Мало ли что. В общем, это бамбуковая полка для ванной комнаты. Причем она подойдет для многих размеров. Гляньте, она раздвигается вот так. И на любую ширину ванной также сойдет. Помимо этого есть разные подставочки. Не знаю, там под стаканы, под какие-то органайзеры, под гели для душа и так далее. Прикольно то, что здесь вот побольше пространства. Можно поставить что угодно. Сюда можно вставить, например, зубные щетки, что вам там нравится. И самая классная фишка. Та-дам! Это... Так, стоп. Вот, чуть повыше, чтобы было видно. Это просто идеально для того, чтобы поставить книгу и читать. Причем здесь вот есть такие стопперы. То есть ваша книжка не будет съезжать. Или iPad, или телефон, что хотите. Потому что у меня всегда аж руки, знаете, так не имеют. Когда ты постоянно все держишь над водой, чтобы не окунуть книжку или телефон. А сейчас будет суперудобно. Я считаю, что это покупка века. Спасибо вам огромное. Заказывала на Алиэкспресс. И обязательно оставлю вам ссылочку. Не бюджетно, девочки. Но это вещи на года. И также нужно учитывать, что это бамбук. И все вещи из бамбука, именно, они всегда чуточку дороже. Но зато по качеству огонь. Ну все, я очень довольна. Теперь я спокойно смогу мыть голову. И мне будет при этом удобно. Пришлось мне доснимать эту часть чуточку позже. По той причине, что у Игната развалилось ухо. Срочно нужно было вызывать снова доктора. Антибиотики, все дела. У нас, как всегда, веселуха. Я сейчас платье, которое я упоминала. Я от него балдею. Оно роскошное. У меня в размере S. Это стопроцентный хлопок. В нем абсолютно не жарко. Оно комфортное. Оно свободное. И можно было бы даже на размер меньше на мой рост. Но и длина у него такая, как надо. Обожаю вырез буквой P, скажем так. Такой, типа как квадратный. Вроде как и открыто декольте. Но при этом все скромно. И можно надевать вообще на любое мероприятие. Или просто на прогулку в город. Платье превзошло все мои ожидания. Хотя на него тоже хорошие отзывы. Вот оно. Платьица. Бомбита Синьорита. Длина, как я люблю. Чтобы не слишком коротко. Оно есть в разных цветах. Я вот думаю, это будет странно, если я закажу себе такое же, только, например, в каком-нибудь фиолетовом. Таком более ярком для меня, чем обычно. Кстати, платье приехало ко мне супер быстро. И в одной посылке с платьем была туника, которую я приобретала у другого продавца. Туник есть так много на Алиэкспресс. Я все выбирала, там, опять же, читала отзывы и не промахнулась. Девчонки, эту тунику можно надевать не только на пляже, где-то на даче, но и спокойно в город. Выглядит она супер достойно. Это также хлопок. И они использовали столько материала. Она вот так переливается, красивая при ходьбе. Если подует ветерок, прямо бомба. Можно носить и с брюками, и с каким-то топом, с шортами. От души вам рекомендую. И расцветка универсальная ко многому будет подходить. И также хотела вам сказать, что сейчас лучше забросить в картину все то, что вам интересно было бы приобрести на Алиэкспресс для дома или для себя, что-то для красоты. Ко мне приехало еще кое-что интересненькое. Сейчас тоже поделюсь. Почему не приобретать сейчас? Потому что с 21 по 25 июня на Алиэкспресс будет проходить очередная распродажа до 70%. То есть можно будет приобрести все по более приятной цене. И, конечно же, не забывайте пользоваться кэшбэком Letyshops. Я сама его использую. Оставлю вам ссылку для регистрации. Регистрируемся. Переходим на Алиэкспресс через Letyshops. И кэшбэк будет насчитываться автоматически. И в этот период с 21 по 25 июня на Letyshops будет действовать повышенный кэшбэк. Тройной кэшбэк до минус 15%. Количество активации у них ограничено. Поэтому не теряйте возможность хорошо сэкономить. То есть если бы вы потратили деньги и вернули, скажем, 100 рублей, а так получите обратно 300. Также в эти дни у них будет проходить конкурс под прикольным названием «Лови пятюню». Среди всех, кто совершит покупку на Алиэкспресс 21 по 25, они выберут 5 победителей, которые выиграют по 1000 долларов. А если вы потратите 50 долларов, то у вас будет возможность выиграть целых 5000 долларов. Вот вам и лови пятюню. Я еще хотела напомнить вам, что когда вы добавляете что-то в корзину, то Алиэкспресс дополнительно раздает купоны на скидку. Поэтому когда у вас что-то лежит, раз, приходит купончик и еще дешевле. Ну что, продолжаем с вами и ссылка на Letyshops будет, как я сказала, в инфобоксе. Я недавно делала обзор на Dyson и там говорила, что кудряшки у меня получаются не совсем такими, как мне хотелось бы. И я увидела у польских блогеров плойку родом из Алиэкспресс. Она стоит около 10, может 11 долларов. Я думаю, что время распродажи будет еще дешевле. В общем, эта плойка делает очень прикольные локоны. Я вставлю вам фотографию. И давайте, наверное, в одном из следующих влогов будет такая мини-собиралка. Сделаю свой легкий макияж. И также сделаем прическу. Что-то необычное. Но это смотрится очень свежо, современно, супер объем. И я несколько раз делала локоны, каждый раз получала массу комплиментов. Мика храпит. Что-то в этом влоге будут все храпеть. Плойка очень удобная в использовании. При том, что у меня две левые руки. Все, что касается причесок, у меня с ней реально все получилось. И она, не могу сказать, что некачественная. Выглядит как типа Ремингтон, что-то такое. Можно поставить себе разную температуру от 170 до 220. Если вы любите делать всякие прически или хотите поэкспериментировать, то это прям отменный вариант. Девчонки, насмотрелась я на крабики, которые сейчас супер актуальны. И вот такой крабик может стоить реально очень много в каком-то даже масс-маркете. Я подумала, что вы меня не проведете и полезла на Алиэкспресс. Так вот, я нашла крабик в таком стиле, как мне хотелось. И он абсолютно нормальный. Он хорошо держит волосы, при том, что у меня все прически расплываются. Если нет нескольких резинок, если не загладить все какой-то пастой или легким лаком, то все будет торчать в разные стороны. Волосы у меня прямые, но тут же все держится. Вот так он выглядит. Матовое золото. Не что-то прям супер-пупер, но в качестве аксессуара, я говорю однозначно, да, я купила несколько, жду свою посылку. Еще ко мне приехала из Алиэкспресс. Прикольная вещь. Я заказала ее, в смысле, о том, чтобы ставить карандаши для губ, какие-то маленькие кисточки. У меня в последнее время располагалось много разных средств для губ, которые я люблю себе выбирать. Так вот просто. Да, и я заказала вот такой, как это назвать, контейнер, органайзер, наверное, типа так, который в матовом белом оформлении и при этом золотой узор по всему периметру. Очень красиво, суперский. Я очень довольна. И хотела вам показать, и потом уже расставлю все свои кисточки и разные принадлежности. Эти сережки у меня давно, я не помню, я показывала вам или нет. Но сейчас сезон всяких торжеств, разных мероприятий. И у меня есть несколько моих любимых сережек с циркониями, которые смотрятся настолько эффектно, что я вам гарантирую, никто не подумает, что у вас сережки за 3 копейки из Алиэкспресс. Я обязательно оставлю еще раз ссылки для тех, кто пропустил где-то эту информацию. Все мои блестящие сережки, новогодние и так далее, это всегда Алиэкспресс. И в этот раз я заказала что-то поскромнее. Ну как, они просто не настолько массивные. Вот так они выглядят, типа два колечка. И давайте, наверное, я покажу вам их на ушках, чтобы было понятно, о чем идет речь. Они просто бла-бла-бла. Они легенькие, они эффектные. Я думаю, что теперь все было видно. Сережечки очень классные. Да, однозначно советую. Остальное я планирую приобрести во время распродажи. Я уже чуточку заранее подготовила корзину. Если вам интересно, какие у меня хотелки, я поделюсь с вами ими в инфобоксе. Вы не забывайте участвовать в конкурсе от Letyshops и забирайте крутейшие денежные призы. Ну а мы с вами продолжаем этот влог. Меня сегодня покусала фея расхламления, домик на пляже с детьми. Я решила провести это время в уборке, так сказать. Господи, если вам до сих пор кажется, что у меня везде все так идеально, сложено, организовано, то это не так. Так, у меня есть такая проблема, когда что-то заболит или, не знаю, там запершило горло или пошел к врачу, тебе что-то назначили. Я никогда не копаюсь в старых лекарствах, потому что они могут быть просроченными, потому что могу дать что-то не то. Короче, каждый раз я покупаю что-то новое. Ну там помимо таблеток от головы, это понятно. Или какие-то витамины у нас здесь стоят. Но Томак вчера искал таблетку от клещей для Мики, он просто все перевернул. И, короче, я не знаю, может я одна такая шизанутая, у которой целый ящик в кухне с лекарствами. Дети сюда, кстати, никогда не заглядывают, они вообще не имеют сюда доступа. Но, в общем, мне нужно сейчас срочно выбросить большую часть этого всего, потому что это беспредел. Возможно, это незаметно в ускоренном режиме, но я не только перебираю все, что у меня есть. Я говорила, что многое я буду выбрасывать, но я еще и сортирую мусор. То есть у нас в аптеках стоят специальные контейнеры, напишите, есть ли они у вас, куда можно выбросить именно просроченные лекарства, какие-то старые препараты. И большинство лекарств продается в картонных упаковках или бумажных. Их я выброшу в бумагу. И вот так. В нашей аптечке также огромную часть занимают препараты для собаки, потому что она у нас болеет, у нее генетические патологии, поэтому мы даем ей кое-что для поддержания общего состояния здоровья. Также от клещей и от глистов. Помимо этого, у меня есть еще и разные спреи от комаров. Часть из них стоит при входе от комаров и также от клещей для нас, для людей. Иногда, когда сидим на террасе, уже не можем выдержать, зажигая нечто такое. Думаю, что вы все знаете эти спиральки. И когда не было моих любимых спреев, покупала что-то такое тоже от клещей и от комаров. От комаров очень хорошо помогает вот эта штука. Я заказываю их буквально оптом, причем заранее, до сезона комаров из Айкербы. Они приходят вот так запечатаны, они на основе эфирных масел. То есть, есть хороший непротивный состав. Надо это все сболтать, потом наносить. Очень приятно пахнет лимоном. Но, наконец-то, я навела здесь порядок. Вы уже наслышаны о том, какая здесь медицина, поэтому многое я храню чисто на всякий случай, потому что пока дождешься визита у доктора, можно и помереть. В этом контейнере у меня собраны всякие пластыри, градусники и также дозаторы, очиститель для носа и из пластырей. Вот интересная вещь. Один из них от ожогов. Тома, к сожалению, был свидетелем того, как обгорел человек, и этими пластырями его спасали. Мало ли что, это было действительно страшно, поэтому на всякий случай храним. Это пластыри, с которыми можно купаться. Мы их приобретали в прошлом году, когда Игнату зашивали бороду в Хорватии, помните? И сейчас вот такие пластыри. Они как тоненькие нитки, типа как швы. Очень хорошо выручают тогда, когда, например, очень сильно разрежешь себе палец, и прям рана такая, знаете, открытая. Для того, чтобы это все хорошо зафиксировать, и чтобы быстрее все срослось, я покупаю эти полосочки, они суперкруто держатся, даже если ты, например, там моешь посуду или купаешься. Они не дешевые, но прям стараюсь покупать на всякий случай, потому что вещь рабочая. Здесь вот все для ингаляции, также от температуры, в основном для детей. Какие-то мази, это еще Захарочку назначали, поэтому у меня осталось. И из того, что тоже на всякий случай пантенол в пене. Мало ли, тоже какой-то ожог, или кто-то обгорит на солнце. Ох, блин, как я ударилась локтем. Это всегда так больно. Салициловый спирт, перекись водорода, если вдруг какие-то раны. Дальше большая пачка анальгина, какие-то капли в уши. Я вам говорила, что вынуждена покупать, потому что здесь без рецепта не добьешься, и можно оглохнуть, пока попадешь к доктору. Так, это иногда принимаю, если заболеваю, и высокая температура. Так, это мои препараты, которые мне выписывает доктор по рецепту. Просто в большом количестве от аллергии и также мази, если вдруг что-то будет развиваться и беспокоит меня. Но все закрыто, просто стоит на этот сезон. Мало ли что. Все, что было без упаковок, типа стрепсилс, какие-то там эспумезаны и так далее, я сложила в обычный пластиковый контейнер из Икеи. Что-то мне привозила мама, тоже лежит в закрытой упаковке, со сроком годности, все окей. Детям я даю вот эти витамины, тоже покупала их на iHerb. Очень хороший состав, и мне нравятся. Эти у нас практически закончились, тоже классные. Очень часто были распроданы, поэтому я переключилась на эти. Сейчас, когда я чувствую, что я заболеваю, простуда, я принимаю чуть больше, чем здесь написано в дозировке, витамина С. То есть такую хорошую суточную норму себе делаю. И где-то еще мои капельки из вот этих косточек из грейпфрута, тоже отличная вещь от простуды. Это биотин, масло примулы вечерний. Это я покупала себе, зимой принимала. Лицетин, тоже очень понравилась. И витамин D, между прочим, я подняла себе до идеального уровня. Прямо так было в анализах, потому что у нас есть расшифровка, написано «Идеальный уровень». Это мне назначал терапевт, и мне вполне достаточно было вот такой, как она называется, неграматуры, дозировки. В принципе, это все. Я понимаю, что это много, но, блин, вы тоже поймите меня, так как у нас ситуация тут совершенно не сладкая. А теперь минутка позора для великого организатора. Я считаю, что прихожая у меня явно не получилась. Мы делали ее уже в последний момент, и что-то явно пошло не так. То ли мне не хватило времени, то ли сил. И я хочу вам сказать, что в следующий раз, когда мы когда-то будем ее переделывать, я обращусь к дизайнеру, точнее к организатору пространства, для того, чтобы мне как-то больше подсказали. В чем проблема? Здесь, как видите, у меня хранится обувь. Причем, как бы, задумка была прикольная. Все вот эти полочки выдвигаются, да? Но я посчитала, что якобы у меня должно поместиться по три пары на каждой полке. И в некоторых случаях это работает, а в некоторых нет. Причем у нас было еще место для того, чтобы шкаф сделать чуточку шире. Как я так просчиталась, я не знаю. То есть, гляньте, вот мужская обувь, да, она не помещается. И что-то типа трендовое такое на более грубой подошве также с трудом сюда помещается. По-другому никак не получается это разместить. И также в ширину шкаф можно было сделать или шире, или наоборот не таким глубоким. Потому что все равно у меня не получается сделать два ряда обуви. Я надеюсь, что я более-менее понятно объясняю. То есть, гляньте, не могу поставить полноценно вот так по две пары обуви, да? И все равно остается какое-то пространство, которое хочется задействовать. У меня довольно много обуви. Я омазковала, что же делать. Я покупала также вот такие типа дополнительные полочки из Икеи. Но это тоже не самое лучшее решение. Когда будет косметический ремонт, я бы с удовольствием это переделала. Здесь у меня не только летняя обувь, но и весенняя. Какие-то туфли, сандалии. Это полная катастрофа. Не знаю, как это разместить. То есть, или отдельно две пары ставить, потом гораздо меньше всего влезают. Поэтому уж как-то так делюсь с вами, что у меня тоже всегда, всегда, не всегда все продумано и хорошо сделано. И вот гляньте, тоже три пары обуви. Я уж как-то по-другому их поставила. И тогда три пары влезают нормально. Но все равно это не то, чтобы прям суперудобно. Это не идеально и так тоже бывает. Большую часть своей обуви я стараюсь хранить в шкафу. Потому что есть еще и детская обувь. И она стоит уже просто так в прихожке. Также в Икеи я покупала типа такую подставку под грязную обувь. И здесь располагается то, в чем я выгуливаю Мику. Обычно мы ходим где-то в лесу, то песок, то то, то пятое, десятое. Сейчас буду еще пылесосить здесь. И зимой было суперудобно, потому что когда был снег, все, что растаяло, оставалось здесь, а не растекалось по всей прихожке. Еще детских тут просто огромное количество. Поэтому, блин, гордиться нечем, скажу вам честно. Девчонки, я знаю, что вы с удовольствием готовите со мной. Сегодня я покажу вам рецепт очень быстрого, вкусного, легкого летнего десерта. Кстати, если вы хотите какой-то летний футбук, обязательно напишите мне в инфобоксе. Я с удовольствием сделаю и такое видео. Только там будут не исключительно рецепты, а, например, обеды, завтраки и так далее. Что нам понадобится? Любые сезонные ягоды. У меня клубника, она у нас сейчас такая вкусная и более доступная по цене. Это может быть и черника, и земляника, главное, без косточек. Вы можете или так, как я, перемолоть все в блендере. Ну как, не все, нам всего-то 200 грамм понадобится полный список ингредиентов. Я оставлю внизу в инфобоксе. Или же нарезаем мелко кубиками. Но так как я в основном готовлю всякое там для детей, им больше нравится, когда это все перемолото. Это очень охлажденные сливки. У меня 30% я надеюсь на то, что они взобьются. Вы мне написали, что минимум 30% для того, чтобы они взбивались так, как надо. Спасибо вам за подсказочки. Я всегда читаю комментарии. Сахарная пудра и кизе. У меня вот такие. Я нашла их в нашем местном магазине. И нам тоже не очень-то и много. Нужно всего 50 грамм. Если у вас большие, то раскрошите их. Без этого тоже, в принципе, можно обойтись. Главное это взбитые сливки, ягоды и яйца. Ну и сахар, понятное дело. Ну что, беремся за работу. Очень быстро, просто нужно делать заранее. Потому что наш десерт должен хорошо застыть в холодильнике. Я попыталась выложить свою форму пищевой пленкой. Надеюсь, что все будет нормально. Если знаете, как сделать более удобно, то тоже делитесь своими лайфхаками. Давайте начинать готовить. Кладем клубнику в блендер. Немножко сахарной пудры. Ну как немножко, 50 грамм. Измельчаем до однородной массы. То есть у нас получается такой ягодный соус. В моем случае клубничный. Отделяем желтки от белков. Теперь берем миксер. Я буду все взбивать в своей машине. Я ее помыла, вытерла насухо. И надеюсь, что у меня не произойдет халепа с моими белками, что все взобьется. Потому что если есть хоть капелька воды, то все, пиши пропало. Щепотка соли. Взбиваем до образования пены. Я считаю, это победа. Пока мы занимаемся остальными ингредиентами, пену ставим в холодильник. Чашу вовсе не обязательно мыть. Сюда же заливаем наши охлажденные сливки. 500 миллилитров. И хорошо взбиваем все. Я поставлю аж на 2 минуты на небольшие обороты. В итоге я взбивала все 4 минуты. И как видите, у меня все получилось. Взбитые сливки также ставим в холодильник. Сюда же в эту чашу выкладываем 2 желтка и 80 грамм сахарной пудры. Можно добавить немножко ванильки. И взбиваем все 2 минуты на небольших оборотах. Вот что вышло. И сюда же в чашу добавляем взбитые сливки. Пену из белков. И на небольших оборотах, буквально 15 секунд, все смешиваем. Чтобы ингредиенты соединились между собой. Берем бизет, так как у меня мелкая. Я не стану его как-то еще дополнительно сильно крошить. И у меня 100 грамм в упаковке. Я использую половину. Выливаем наш клубничный мусс. И немного перемешиваем. Переливаем в форму. Если вы хотите, то в эту массу вы могли также добавить, например, шоколад или какие-то орешки. Но я решила сделать такую классику жанра. Теперь ставим наш десерт с Амифредо в холодильник на 5-6 часов. То есть лучше с вечера его сделать и потом подаем гостям. Покажу, как я это украшу. Это очень быстро, просто и вкусно. Все, как я люблю. Свой десерт я достала из морозилки чуть раньше. По той причине, что уже все не могли дождаться. Где-то за 2 часа большая часть застыла и было окей. Но стоит подержать 5-6 часов. Украшаю все свежими ягодами и мятой. Я хочу вам сказать, что это один из самых вкусных, легких, освежающих летних рецептов. Обязательно попробуйте. Весь вот этот десерт разлетелся вмиг. И все им восхищались. Ну вот, тому доказательство. Девчонки, я тут обложилась бумажками. Вот одна из них. Сейчас мне нужно все отфоткать и отправлю в страховую компанию. Это то, с чем мы не сталкивались. И возможно, вам будет интересно послушать. В общем, когда Захар повредил ногу и оказалось, что все серьезнее, чем мы предполагали, я позвонила своей подруге. Это вообще наша родственница. Она сейчас должна приехать буквально через полчасика. Так что я по-быстрому постараюсь. А то иногда как начну болтать. В общем, я звоню и говорю, Лилька, у нас неприятности. Нам срочно нужен хороший доктор. Именно детский ортопед. Так как она занимается реабилитацией. Она много с кем знакомая. Она помогла, кстати, найти хорошего специалиста. И она сразу мне сказала, Оля, собирай все чеки. И вот этот частный доктор направил нас и на повторный рентген, и на УЗИ. Ну, как направил, он сам его сделал. И также мы покупали ортезу. То есть этот съемный гипс. Я говорю, зачем собирать все эти чеки? Она говорит, да ты что, не знаешь? Нет, реально я не знала. В общем, в чем суть? В нашей школе и, по-моему, даже во всех школах есть страховка, которую ты оплачиваешь дополнительно. Это порядка там 10 евро, может даже 9, приблизительно так, в год. И я заплатила и вообще забыла об этом. Это обязательно. И когда что-то происходит в школе, то тогда страховая компания возмещает все траты. И помимо этого можно еще получить какие-то деньги. Так как ты оплачиваешь страховку там от всяких неприятностей, то я подумала, почему бы и нет. Я начала собирать все чеки. Еще когда мы покупали ортезу, то доктор дал нам рецепт. И по этому рецепту сразу при покупке костылей и ортеза государство возместило нам около 80 долларов. Я так посчитала, вот этот вывих ноги и растяжение, там что-то еще надорвалось у Захарочка, уже не выдаваясь в подробности, обошлось нам в 250 долларов. Ну, то есть как бы на ровном месте, просто на физкультуре. Я подумала, что раз есть такая возможность, то я воспользуюсь ею. Я сейчас собираю все чеки, сфотографирую их. Я уже обратилась в страховую компанию. У нас страховка в Варте, причем эта школа сама выбирала. Я получила документы из школы, что ребенок повредил ногу на физкультуре при таких и таких обстоятельствах. Нам завели дело в страховой компании, я потом обязательно расскажу вам, чем это все закончилось, сколько нам денег возместили. В любом случае, как минимум, государство чуть-чуть нам помогло приобрести ортезу, при том, что ты платишь большую сумму я и муж. Эта медицинская страховка распространяется также на детей. Поэтому я решила сделать таким образом. И еще я тоже не знала об этом. То есть где-то слышала краем уха, но никак не углублялась в эту тему. В общем, в Польше можно оформить, это называется, бон вакацины. Около 150 долларов, я приблизительно говорю. Ну, то есть это явно больше, чем 100 долларов, ну там плюс-минус, да, вы понимаете, на одного ребенка. И эти деньги можно потратить, например, в каких-то лагерях или в каких-то отелях. Есть целый список мест, где принимают эти боны вакацины. То есть это как бы бон на отпуск, что-то такое. Пусть даже частично, но прикольно. Я сейчас тоже займусь этим делом. Если не успею до того, как приедет Лилька, то потом уже вечером закончу это все. Ну, в общем, из всего такого непонятного и неприятного, из того, что происходит, есть что-то положительное. Так что, если вы проживаете здесь, если у вас дети поляки, да, то, возможно, вам пригодится эта информация. Ну, и потом обязательно расскажу вам, чем же закончилось вот это возмещение наших трат за поврежденную ногу. И также, получили ли мы что-то в качестве компенсации. Мы с мужем также каждый год покупаем страховку, уже не первый год, именно на жизнь. И на меня, и на него. У него там больше разных случаев, и от болезней, и так далее. Меня не на все застраховали, так как в нашей семье были случаи онкологии, и меня направляли на разные там обследования, все хорошо, но тем не менее они побоялись. Я знаю, что многие хитрят и часто чего-то недоговаривают, но в случае действительно каких-то очень больших проблем со здоровьем, мне кажется, что для большой международной фирмы не составит труда проверить, допустим, что там происходило в вашей семье даже за границей. Ну, и, конечно, если это когда-то выплывет, то я думала, что никто не будет платить никакие деньги. Да, это довольно большая сумма, особенно в случае Томака, так как он старше меня практически на 10 лет, то его страховка на жизнь чуточку дороже. Ну, там от несчастного случая, от того, от всего. И я помню, что я застрахована на полмиллиона золотых. Конечно, как бы человека это не вернет, но у нас кредиты, у нас дети. И, вы знаете, мало того, что ты теряешь близкого человека, это невозможно пережить, с этим просто приходится жить дальше, и это оставляет очень большой отпечаток на тебе, на твоем восприятии мира, и очень сложно морально собраться после всего этого, а когда на тебя наваливаются еще и какие-то финансовые проблемы, а у тебя маленькие дети. То есть мы это сделали не для того, чтобы как-то друг друга подстраховать, грубо говоря, заменить меня или Томака деньгами, нет. Здесь речь немножечко о другом. Потому что, знаете, иногда, когда уходит вторая половинка, и все дети, и финансовые проблемы наваливаются, некоторые не выдерживают, и вообще, вы знаете, что может произойти. Люди сами отнимают себе жизнь, и это, конечно, очень страшно. Вот, поэтому каждый справляется по-разному, и несколько лет тому назад приехала моя Линка. Я побежала. Доброе? День добрый! А ты стоишь в Чечне? Есть, ты шишка, да? Нет, запрашиваем. Только посмотрите, какие роскошные опионы. Причем я переживала, что они не раскроются. Знаете, иногда покупаешь в бутонах, и они потом так и засыхают. А эти прям распускаются так постепенно, и аромат от них бомбический. У нас в основном продаются вот эти. Они называют их польскими. А те, которые такие вот, которые везде в инстаграме, они очень дорогие, и довольно сложно достать. Так как у меня сейчас по-настоящему пионовое настроение, если вам нравится аромат пионов, с такой небольшой ноткой розы, но не старомодной, именно современной, легкий. Я показывала вам его в подборке на весну и лето. По полной программе наслаждаюсь сейчас. Оставлю вам еще раз название в инфобоксе. Я заказывала на польском мейкапе, но я думаю, что и на украинском они также продаются. Слушайте, меня распирает энергия. Недавно Томик произнес заветные слова. А давай поменяем шторы. На те, которые у нас были, старые, но я поняла, что ему тоже хочется перемен. И когда моя подруга приехала к нам, мы сидели-сидели, болтали очень долго. И я говорю, Лилька, давай поменяем с тобой шторы. Она, окей, неси лестницу. Лестницы у нас дома нет. Это тоже очередной прикол. Я пошла к соседям, взяла лестницу, и мы с ней повесили шторы. Говорю, блин, они, походу, тело не постираны. Мы их сняли, перестирали, влажными повесили. Они, между прочим, высыхают и под своей тяжестью выравниваются. Очень удобно. И приехал Томик, у нас тут лестница. Все разложено. Он говорит, я не понял, вы не могли просто попить кофе? Вы, как всегда. Намечаются небольшие перемены, но которые делают большую работу. Мы с вами вместе будем освежать интерьер. Я купила несколько очень прикольных штучек, поэтому в следующих влогах будет интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Я люблю видеть вашу отдачу. Также я всегда читаю комментарии. Мне безумно приятно, что у меня такая активность под видео. И да, где-то мы с вами не соглашаемся, где-то у нас с вами возникает какая-то дискуссия, но я благодарна вам за разговор, за беседу на каждую тему. И, конечно же, спасибо за все приятности, которые вы мне пишете. И прежде чем мы с вами окончательно попрощаемся, напоминаю вам о распродаже на Алиэкспресс, о классном конкурсе от Letyshops. Пользуйтесь кэшбэком и выигрывайте крутые денежные призы. Все, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.